Доброго вечера вам, жители славного города Самара! В эфире итоговая программа «Репортер», и значит сегодня я, ее ведущий Алексей Коноплев, расскажу обо всем самым интересном, что случилось за минувшую неделю. Итак, начнем! Дорогие машины с непростыми номерами вылетают навстречу, но их водителей не наказывают. Почему на самарских дорогах творятся хамство и беспредел? Репортер выяснил. Показали «Х». Главный дизайнер «АвтоВАЗа» уже знает, как будут выглядеть новые тольяттинские малолитражки. Но вот во сколько обойдется такая красота? Репортер приценился. Задержал нарушителя с топором в спине. Только у репортера кадры настоящей погони полицейских за нарушителями и подробности кровавого задержания. Водитель «Мерседеса», протаранивший на московском шоссе 9 автомобилей, даже не заплатит штраф. Таков итог нашумевшей истории, которую уже неделю обсуждают самарцы. Водитель раза мог отправить на тот свет несколько десятков людей. Иномарка лишь чудом не врезалась в бензовоз. А до этого был «Ягуар», а еще «Феррари» и «Туарек» тольяттинского бизнесмена Электоровича. Дорогие машины с непростыми номерами вылетают навстречу, разбивая жизни и автомобили горожан. Но их водители не всегда платят за свои поступки. Репортер выяснил, когда наступит конец дорожному беспределу. Эта запись видеорегистратора облетела весь интернет. Московское шоссе, машины едут в потоке. Идут высекая искры, навстречу вылетает неуправляемый «Мерседес». Чудом объезжает бензовоз, но по пути собирает почти десяток машин. Бьется в них, как шарик в пинг-понге. Все участники аварии в один голос говорят, они родились в рубашке. После ДТП водитель кроссовера принялся скручивать номера. Он снял номера, инспекторы приехали, заставили его повесить обратно эти номера. А почему он снял номера? Ну это... Не пояснял? Не пояснял, почему он снял номера. А это нормальная практика, потому что человек при аварии может скрутить свой номер? Да ну нет, конечно. Очевидцы рассказывают, что от водителя «Мерседеса» определенно пахло спиртным. В толпе поговаривали, ему все может сойти с рук. Мол, простые смертные на таких автомобилях не ездят. В результате нарушения одно за другим свелись к нулю. Полицейские не могут доказать превышение скорости кроссоверам, ведь в этом месте нет радаров. А причиной выезда на встречку назовут лопнувшее колесо. В результате ни одного штрафа. Да и участники ДТП якобы уже договорились между собой о возмещении ущерба. Жертвой еще одной дорогой иномарки стала семья Владимира Колотухина. Он ждет возмещения ущерба с марта этого года. Нашумевшая авария с «Ягуаром». Опять же на московском шоссе. Тогда элитная иномарка вылетела на встречку и лоб в лоб врезалась Саньонг. В нем ехала семья с маленьким ребенком. Маму и дочку сразу увезут на скорой в больницу. Туда же доставят водителя «Ягуара» и его пассажирку в шоковом состоянии. Скоро состоится суд. В уголовном деле лежат два светосторождения детей. То есть он прикрывается детьми. Он нам сказал, что у меня дети маленькие, я прикроюсь. Я спрашиваю, а у меня мой ребенок сидел в машине. Дальше было бы, что с тобой? Вот просто бы. То есть человек, а мне, говорит, пошарабанно, чтобы было бы с вами. Мне сказали, я перед вами не виноват. Я ничего не совершал, ничего никак. Эта авария еще дороже. Ущерб от ДТП составил 13 миллионов рублей. Рекламный автомобиль «Феррари Калифорния» впечатался в железное ограждение стройки. Немногочисленные свидетели утверждали, за рулем шикарной иномарки сидела блондинка. Но водителем представился 20-летний парень. Он-то и взял вину на себя. Аварии с участием роскошных иномарок выделяются не только суммами ущерба. На кону стоят жизни людей. В Тольятти Сергей Лекторович на своем Туареге на встречной полосе подмял под многотонный джип в Азовскую пятерку, в которой семья ехала крестить своего годовалого малыша. Мама Татьяна погибла на месте. Ее сына и мужем врачам пришлось буквально вытаскивать с того света. Маленький Данилка проведет в больнице в месяц. Свою маму он будет теперь видеть только на фотографиях. Выходит из состояния, но впоследствии, сами понимаете, травма головы, ноги там, что-то. Что будет неизвестно пока. Так что... Родители пострадавших в этой страшной аварии боятся, что Лекторович не заплатит за разбитые жизни. Опасаются, что у него есть средства и связи, чтобы договориться со следствием. Владимир Колотухин вместе с семьей ждет начало суда. После этой аварии его жена на всю жизнь осталась инвалидом. У нее словно позвоночник. Еще неизвестно, как дальше сложится ситуация со здоровьем дочери. А у отца семейства повреждены обе ноги. А когда тут такая сеть говорит, что идите вы все люди в баню, я вообще не понимаю отношение людей на такое отношение, что если чем денег больше, то остальные все быдлы, что ли? У меня такое сложилось мнение. Резонансные аварии продолжаются. Печальный вывод. Чем дороже автомобиль, тем страшнее катастрофы. И зачастую, тем меньше последствий для водителей дорогих иномарок. На минувшей неделе в Москве главный дизайнер автоваза Стив Маттин произвел настоящий фурор. Он показал, какими он видит тольяттинские автомобили через пару-тройку лет. Концепт, который назвали X-Ray, поразил всех от былого имиджа. Низкобюджетные малолитражки не осталось и следа. Это не то, что вы увидите в 2015 или 2016 году. Это создано для вдохновения текущих проектов. С британским акцентом он через слово повторяет. Это не презентация модели. Это просто образ. Стив Маттин видит вазовские машины в будущем примерно так. Фары светодиоды, логотип огромный, чтобы всем было видно, едет ваз. И решетка радиатора, как один огромный X. Теперь жигули из серых мышей превратятся в авто для брутальных мачо. Автомобиль напоминает просто груду мышц. Не важно, это либо атлет, либо беговая лошадь. Но, в общем, показывает автомобиль с движением. Всех терзает вопрос, почему машина пропитана символом X. Предлагают версии, возможно, это отображает что-то неизвестное. Не исключено, что это намек на крест или вообще отсыл к русской букве «Х». Стив говорит, все гораздо прозаичнее. Автовазу просто нужно чем-то отличаться от других производителей. В студии мы просто написали алфавит и изучали разную графику. Пытались изучить просто общую форму понятия. Но с этой рамкой в виде X вы видите, что очень заметные бренды. Говорят, изготовление этой красоты обошлось примерно в миллион долларов. На эти деньги можно купить около ста калин. И они, в отличие от X-Ray, поедут. Сейчас мускулистый концепт стыдливо подключен к обычной розетке. Подвески нет. И двери роскошной машины скрипят. Как-то по-родному. Как заговоренные на Автовазе повторяют дату. 15-й год изменит все. Дело не только в имидже. Завод намерен рискнуть и выпрыгнуть из ниши низкобюджетных маленьких машин. Не исключаю, что скоро на дорогах можно будет увидеть «Ладу» бизнес-класса. Автоваз не имеет большого опыта, поскольку, конечно же, в целом известно, как производители автомобилей эконом-класса. Но в данном случае, в соответствии с нашим планом развития 2020 года, у нас такой план существует. И вот после 2015 года мы как раз перейдем в те классы, в БФЦ, в которых сейчас мы еще не очень представлены. Чтобы не говорили критики, этот концепт – прорыв, который взял гран-при Московского международного салона. Его задача сейчас – совершить более важную победу. Произвести революцию в головах сотрудников Автоваза. Чтобы они поверили, «Лада» может выглядеть красиво. Героям следующего сюжета, тоже полицейским, повезло еще меньше. После погони задержанный нарушитель накинулся на самарского инспектора ДПС с топором. Но полицейский, истекая кровью, все-таки смог надеть на негодяя наручники. А потом провел несколько часов на операционном столе. Сегодня репортер покажет кадры оперативного видеопогони и расскажет, что же силовики нашли в арестованном автомобиле. Да, это кровь. Кого-то из нас. Моя, наверное. Инспектор Фуатыш Мухаммедов показывает испачканную форму и боевую рану. Говорит, ладно, хоть сам в живых остался еще бы чуть-чуть. И травма оказалась смертельной. Рана-то, наверное, сантиметров пять. Внутри, может, три. Когда уже в целе у меня начали ковырять, я прям чувствую. Что-то и рука не с обратной стороны вылазит у врача. Все произошло глубокой ночью. Фуат и его напарник Вячеслав дежурили в Куйбышевском районе. Мимо них пронеслась белая Волга без госномеров. Полицейские начали преследование. События развивались в лучших традициях боевиков. По стадиону я иду, по стадиону. Волга без номеров, преследуя на большой скорости. Скажите, содействие, преследую машину по стадиону. Скорость у нас 160. 160, на большой скорости идем. Первый, не выдержав темпа, с дороги на поле вылетает Волга. Машина нарушителя глохнет. Полицейские блокируют транспорт. Открываю дверь, начинаю вытаскивать водителя. Машина нарушителя этого Волга заблокирована. Подбегает Вячеслав. Подходит ко мне, начинает вытаскивать. Помогать мне этого водителя вытаскивать. У нас это не получается. Как раз в этот момент Фуат заметит, что с другой стороны на него бежит пассажир авто. Что-то блеснет в его руках. Вот первое, я прям сразу почувствую, что он прям, тук, и топор зашел. Ремень разрубил, и чувствую, там уже текет. Теплая кровь пошла, ну как или холодная, не знаю. Ну, чувствую, там уже все текет. Победив неравной схватки, полицейские задержат нарушителей. После чего, обессилевшего Фуата, на скорой доставят в операционную и наложат швы. Бойцов с Волги тоже привезут к медикам. А свидетельствование покажет, что водитель был не трез. А пассажир ни врачам, ни полицейским так и не объяснит, зачем он схватился за топор. Ну, он говорил, что у него крыша поехала, и вообще он не может найти объяснение своему поступку. Может быть, готовились к чему-то, потому что заднего госномера не было. Топор в машине, ножи. Два ножа в машине было, и сегодня я туда ездил на место. Еще один нож нашел. Делом занимается следственный комитет. Мужчине, который с топором напал на сотрудника, грозит до 25 лет заключения. Фуату Ишмухаметову предстоит ездить на уколы и перевязки еще несколько месяцев. Впрочем, учитывая обстоятельства конфликта, он считает, что легко отделался. Горящая тема. Весь центр города, какие-то неизвестные, исчертили красными линиями. Красным намазано на Ленинградке и Фрунзе и в других ключевых местах. Оказалось, это не просто рисунки, а культурный общественный проект. По этим линиям теперь любой турист и горожанин может идти и осматривать по пути главные достопримечательности Самары. Но в интернете тут же разгорелись споры, нужны ли нам такие полосы по городу или нет. В дело о красных линиях пришлось вмешаться даже мэру Дмитрию Азарову. Репортер прогулялся по туристическому маршруту и провел свою красную черту проекту. От площади Революции до площади Куйбышева протянулась толстая красная нить. То ли граница раздора, то ли банальная уличная граффити. В этом Самара не уникально увидеть. Такое можно и в Екатеринбурге, и в Перми, и в Тюмени в рамках проекта «Красная линия». Идея акции проста. Пройдя по такой метке, каждый гость и житель города сможет увидеть уникальные памятники истории и архитектуры. И никакой путеводитель не нужен. Сейчас по центру города идет красная линия, которую можно видеть здесь. Она объединяет себе, достопримечательность, она объединяет себе наш самарский вернисаж, который находится по правой руке от меня. Конечно, это здорово. В тот же вечер в интернете появились первые фото проделанной работы «Самарская благосфера взорвалась». Пользователи были возмущены и шириной, и агрессивным красным цветом линии. А самым популярным вопросом был «Можно ли свести краску ацетоном?» Количество недовольных росло в геометрической прогрессии, прислушался к ним и Дмитрий Азаров. Он предложил пока остановить реализацию проекта. Глава города сказал, что прежде чем оплачать такие идеи в жизнь, нужно обсудить все с общественностью. Азаров предложил посоветоваться с жителями и экспертами в сфере культуры и туризма. И уже потом решать, что делать дальше с таким, в общем-то, неплохим проектом. «Да, на самом деле, пройти по линии, посмотреть, в какую все...» «Я там опросы слышите, но очень интересно». «Нарисовано хорошо, отчетливо, я ее видел уже, ну да, во многих местах. Так-то она очень хорошо сделана, в принципе, и за короткие сроки». «Почему не нравится, ведь даже совсем по-другому он стал и уйдет. Он на конце этого квартала дома. Я с балкона смотрю, как бы просто прелесть». За два дня обсуждения все «за» и «против» превысили все возможные пределы. Организаторы проекта от своих идей отказываться не планируют. Говорят, что краснеть им не за что. Весь проведенная черта – лишь начало большой работы. Своеобразный эскиз. «Проекту два дня. Поймите тоже, что должно пройти определенное время для того, чтобы все это, ну, стало тем, именно маршрутом для туристов, ради чего все планировалось». В любом случае, чтобы сделать из Самары престижный туристический центр одной красной краской не обойдешься. А вскоре будет грязь и снег, но линия все равно не затрется, а значит и споры о ней не утихнут. «Мне нравится красный, нарисуйте зеленый». На сегодня это все, о чем я успел вам рассказать. Но много других, не менее интересных и шокирующих новостей вы всегда сможете прочитать в печатной версии репортера. Ну а меня вы снова увидите уже завтра вечером. Я снова расскажу о том, что случилось в нашем городе за день. Не забудьте включить телевизор. Счастливо! Самараэнергоразвитие реализует счетчики электроэнергии. Наши точки продаж в магазинах. Энергия. Крепость 21 век. Электросила. Счетчики электроэнергии.